СМАТРИТЕ ДЕЛИ Я очень рад представить вам новую серию проповедей на основе заповедей блаженства. В ней я постараюсь объяснить, что счастье уже внутри вас. Хотя люди ищут его повсюду, но Иисус сказал «блаженны вы» или «счастливы вы». Вы откроете это для себя, если будете смотреть послания из этой серии. И надеюсь, что вы не пропустите ни одного из них. Я желаю вам приятного просмотра. Мир. Мир. Миллионы жаждут мира. Неисчислимое количество людей по всей Земле стремится к нему. Все человечество гонится за этой целью, но его стремление не получает столь желанного вознаграждения, потому что оно ищет его совсем не там, где надо искать. Они гоняются за ним, но совсем не там. Они преследуют его, как мираж в пустыне их эгоизма. Так почему же они не могут обрести этот неуловимый призрачный мир? Потому что настоящий, драгоценный мир может дать только принц мира. Я надеюсь, вы с этим согласитесь. А принцем мира является Иисус, потому что Он, собственно, Сам и является источником этого мира, потому что Он тот, кто распространяет истинный мир на этой земле, и я хочу услышать ваши аминь. Потому что только Он может дать нам этот мир, Он может дать нам его персонально, кому-то лично, и может дать его целой семье и общине, а также целому народу. Так что блажен, счастливо, Макариос, миротворцам, ибо они будут наречены сынами Божиими. Мы потихоньку забираемся наверх этой суперструктуры заповедей блаженства по ступенькам, которые дал нам Сам Иисус. После сегодняшней ступеньки нам останется пройти всего две, чтобы оказаться на вершине. Мы поднимаемся по этой лестнице и возрастаем в Иисусе. Возрастаем в благочестии и преобразуемся во Христа. Я хотел бы объяснить сначала, почему эта фраза «Блаженный миротворцам» появляется сразу после чистых сердцев. Чистота сердца, как мы с вами узнали из прошлой проповеди, говорит нам о ежедневном очищении и также об очищении, которое мы получили благодаря Иисусу Христу. Каждый день мы очищаем себя, исповедуемся и омываем наши сердца перед Богом. Именно поэтому сначала идет очищение, и лишь потом уже мир. Мир приходит после, а сначала должно произойти очищение. Ведь когда мы с вами грешим, мы гасим огонь Святого Духа. Очищение и раскаяние в грехах разжигает его огонь снова и снова. Это приносит радость Святому Духу. Очищение дает ему возможность снова действовать в нас. Не то, чтобы он покидал нас, но суть в том, что он снова берет под контроль нашу жизнь и начинает руководить ею. Он даст нам истинный мир, поэтому порядок должен быть именно таким. Мир не придет, пока не произойдет очищение. Дело не только в том, что мир наполнит наши сердца, но Господь Иисус говорит нам, что наши жизни будут переполнены им, и наши сердца смогут отдавать его тем, кто вокруг нас. Вот в чем суть миротворчества. Мы сможем делиться миром с другими, так что блаженно. Счастливы, радостны, макариоз. Те, кто распространяет этот мир. Миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И вот вам вопрос, а почему Иисус поместил заповедь в блаженный миротворца? Настолько близко к вершине. Почему же она находится так высоко в этой структуре? Да потому что Иисус желает показать нам, что Отец сильно хочет того, чтобы мы обрели мир с Ним. Кто-то, возможно, скажет, «Ну, Майкл, я никогда не ссорился с Богом». Не обманывайте себя. Мы все были рождены во вражде с Богом. Мы все без исключений. Осознаем мы это или нет, но мы все в конфликте с Богом, и поэтому нам нужно примирение с Ним, которое возможно только через кровь Иисуса Христа. Только в таком случае мы можем иметь мир с Богом и мир от Бога. Именно поэтому апостол Иоанн в первой главе, написанного им Евангелие, а в 12 стихе говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его. Он дал власть. Он оказал им привилегию. Он дал им честь называться и быть детьми живого Бога. Апостол Павел также подтверждает это в послании к римлянам, 8 главе, 14 стихе. «Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Если вы посвятили себя, веря в Господа Иисуса Христа, и живете в послушании Его Слову, то вы привилегированный человек и на этом точка. А ваше привилегие? Быть сыном или дочерью живого Бога, сыном или дочерью царя царей. Поэтому, пожалуйста, живите по-царски. Скажите «Аминь». И услышьте меня. Это седьмая заповедь. Приглашение в близкие отношения с вашим Небесным Папой. Наш Отец желает близких отношений с каждым из нас. Послушайте очень внимательно. Он желает, чтобы мы распространяли мир, который Он нам дал. Мы Его представители. Мы те, кто доставляет Его мир тем, кто окружает нас. Мы Его посланники. Мы те, кому Он доверил свой мир. Клайв Льюис как-то высказал очень глубокую мысль. И вот что именно он сказал. Бог не может. И тут нам нужно себе это представить. Есть вещи, которые Бог не может сделать. Бог не может дать нам счастье и мир без Него самого. Потому что без Него их просто нет. Их не существует. Отдельно от Него. И именно поэтому нашему народу необходимо вернуться к Богу мира. Итак, я хочу рассказать вам о седьмой заповеди блаженства. В трех пунктах. Первый пункт — это цена мира. За мир надо платить, и у него есть своя стоимость. Далее идет второй пункт, который звучит так. Истина о мире. Чтобы мир существовал, его должна поддерживать истина. И третий пункт — награда этого мира. Мир вместе с собою дарует нам определенную награду. Так какова же цена этого мира? Давайте в самом начале сразу отметим, миротворчество имеет свою цену. Во-первых, вам необходимо знать, что Бог Отец отдал за это все. Он отдал Своего Единородного Сына, самое дорогое, что у Него было. Он отдал все ради того, чтобы мы смогли иметь мир вместе с Ним. Послание к Калусинам рассказывает, что Иисус принес нам мир, пролив Свою кровь на кресте. Вот какова Его цена. Он стоит очень дорого. В ежедневном хождении с Богом, любой наш сделанный грех создает барьер между им и нами. И это не желание Бога. Просто таков результат греха. Поэтому покаяние, а иногда и слезы являются ценой, которую мы платим, чтобы разрушить этот барьер. Грех между мужем и женой также воздвигает подобный барьер. И для его разрушения нужно смирение, способное принести мир и восстановить брак, залечить его. Иногда ценой мира является ничто иное, как уязвимость. А в другой ситуации нужно заплатиться надломленностью. Иногда ценой мира является смирение. Нашей гордости или подчинением. Другими словами, миротворчество схоже с милостью. Оно делает тебя похожим на Господа. В нем его образ. Я могу еще многое рассказать об этом. В нас должно быть желание заплатить цену. Мы должны хотеть строить мосты и платить за них. Мы должны быть готовы. принять на себя вину за чей-то грех. Потому что весь наш гнев, вся горечь и ненависть были возложены на крест. Туда, где Бог заменил нашу боль на свой мир. Благодаря его драгоценной крови, теперь мы можем иметь мир с нашим Богом Отцом и друг с другом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за 700 лет до пришествия Иисуса Христа, Исаия, мог пророчествовать в 32-й главе, 17-м стихе, и говорить, что делом правды будет мир. В 16-й главе Евангелия от Иоанна, в 33-м стихе, Иисус сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне, то есть в Иисусе этот мир». В мире будете иметь скорбь. Он никогда не обещал нам спокойную и беспроблемную жизнь. Вот его обещание. «В мире будете иметь скорбь, но мужаетесь, я победил». Этот мир навсегда. Поэтому те, кто отвергли Господа Иисуса, отвергли и его мир также. Итак, первое. За мир придется заплатить. У него есть своя цена. Далее второе. Мир и истина связаны друг с другом, и без познания истины вы не сможете иметь с миром. Так о какой же истине идет речь? Вы слышали такое выражение? «Мир любой ценой». О, тебе надо просто отпустить это, чтобы сохранить мир. Понимаешь? Нет, нет. Мир любой ценой — это абсолютно не библейская вещь. И это не настоящий мир. И это не мир, который дает Иисус. Когда мы пренебрегаем Божьей истиной, то получаем только ложный мир, а лишь его видимость. Да, люди могут перестать драться, даже не имея праведности и истины. Конфликт можно остановить без праведности и истины. И это факт. Но люди не смогут жить в мире друг с другом без праведности и истины. Истина — это Иисус. Только она может положить конец конфликту, а также принести исцеление и любовь. Мир Божий, основанный на его истине и истине его слова, способен не только остановить войну, но и заменить ее на радость. Мир Божий, стоящий на фундаменте его истины, не просто указывает на грех, но дает благодать и, что очень важно, праведность. Если ненависть не будет укрощена, конфликт просто затихнет на время. Если не угасить вражду, то ссора просто будет поставлена на паузу. Если эгоизм не будет исповедан и искоренен, то вражда будет возникать снова и снова. Когда Иаков давал описание Божьей мудрости, он начал свое высказывание с таких слов. Во-первых, понимаете, да, это последовательность. Во-первых, она чиста, потом она мирна, потом она тиха, понимаете? Он научился этому от своего старшего брата Иисуса. Первое — чистота сердца, ну а уж потом мир. Сначала чистота, потом уже мир. Поэтому чистота сердца идет перед миротворчеством. Ведь Божий путь для приобретения вечного мира идет дорогой чистоты, а не компромиссом. Не надо притворяться. В одном из псалмов, пророчествующих об Иисусе за тысячу лет до Его пришествия, говорится, что в Иисусе праведность и мир поцелуются. Единственный способ измерить и оценить Божий мир — это проверить его на соответствие истине Слова Божьего. В Евангелии от Матфея, 10 главе 34 стихе, Иисус сказал, «Не думайте, что Я пришел принести мир на эту землю». Не мир пришел Я принести, но меч. Надеюсь, вы расслышали. И я повторю для тех, кто не расслышал. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел принести Я, но меч. Сейчас те, кто ищут противоречия в Библии, скажут, «Эй, эй, потише!» Это и есть противоречие. Библия противоречит сама себе. Как Иисус сможет говорить, что принес не мир, а меч, а потом тоже сказать, «Блаженный миротворцем!» Это противоречие. Здесь нет никаких противоречий, потому что мир Иисуса только для Его детей. Мир Иисуса принадлежит только тем, кто любит Его, поклоняется и послушается Ему. А для всех остальных, кто отверг Его, Он приготовил меч. Для них и приготовлен меч. Его мир снисходит лишь на тех, кто готов сложить свой меч эгоизма и гордости перед Ним. Быть смиротворцем на Божьих условиях означает желание принять Божью истинность и праведность, которым противостоит весь мир. Иисус никогда не закрывает глаза на грех ради так называемого мира. Нет, Он этого не делает. Он с любовью обличил женщину-самаритянку в ее греховной жизни. Он с любовью указал ей на ее заблуждение относительно поклонения. Никодиму Иисус с любовью открыл глаза на его самоправедность, ну а фарисеев Он без конца обличал в их лицемерии, делая это снова и снова. А зачем Он это делал? Да за тем, что мир Божий никогда не сможет существовать без Божьей истины. Итак, первый пункт — это цена. И нам нужно запомнить это. Третий пункт — это награда, награда нашего мира. Но перед тем, как мы пойдем далее, я хочу, чтобы вы запомнили это. Первый пункт — это? Второй. Хорошо, награда мира — это третий. Миротворцы получают самую великую награду, и они будут названы детьми Божьими. А почему? Знаете? Потому что они показывают характер своего папы. Они во всем такие же, как и их отец. Так же, как и ваш небесный отец, который является миротворцем на основании истины. Вы точно так же можете нести мир Божий тем, кто находится вокруг вас. Господь говорит нам, что его дети — это как зеница его ока. А вы когда-нибудь задумывались, что это означает? Это в переводе с еврейского языка. Это означает «роговая оболочка глаз». А вот так Бог относится к Своим детям, как к Своей роговице. Говорят, что это самая чувствительная часть всего тела. При этом это самая защищенная часть глаза. Драгоценная. А вот с чем Бог сравнивает Своих детей. Настолько Бог чувствителен к Своим детям, и настолько Он их защищает. И проблема тех, кто нападает на детей живого Бога, в том, что они, не понимая того, фактически тыкают Своим пальцем Богу прямо в глаза. Конечно, это образное выражение, но вы же понимаете, о чем идет речь. Когда воскрешший Господь Иисус Христос явился Савлу по дороге в Дамаск, Он не сказал ему, «Савл, Савл! Зачем? Ты гонишь мою церковь?» О, нет! Он сказал ему, «Савл, зачем же ты гонишь меня лично?» Именно меня! В 9 стихе 55-го псалма говорится, что Бог помещает слезы Своих детей в сосуд, то есть это означает, что каждая, пролитая его детьми слеза, имеет огромное значение для него. И теперь я убежден, что для моих слез Бог наверняка приготовил целое ведро, потому что я часто плачу, драгоценные мои. Цените то, что вы являетесь детьми самого Бога. Стремясь быть миротворцами, примиряющими мужчин, женщин, мальчиков, девочек, с Богом, мы будем сталкиваться с людьми, которые будут не понимать нас, как они не понимали Иисуса. Нам будут встречаться люди, которые будут осуждать нас, точно так же, как и Иисусом. И, образно говоря, они будут готовы даже распять нас, как и Иисусом. Вот почему вершиной, кульминационным моментом всей этой суперструктуры, данной нам Господом Иисусом Христом, который мы разберем в следующий раз, является эта фраза, «Блаженны вы, когда вас будут гнать и неправедно злословить за меня». Ненависть ослепляет, а любовь дает свет. Ненависть преследует, а любовь прославляет. Воинствующие всегда бросают камни, а миротворцы берут эти камни и строят мосты. Люди этого мира приходят с мечом, но миротворцы разоружают их любовью и перековывают эти мечи на орала. Воинствующие бросают копья, миротворцы используют их как секаторы для деревьев. Миротворцы не избегают сражений, потому что они знают, что им будет дана сила одержать победу в бою. Ведь мы победители. В завершение хочу задать вам простой вопрос. Идет ли внутри вас война? Может, вы переживаете сражения в собственном доме? А может, у вас конфликт? На вашей работе или, быть может, в вашей общине или в стране? Ваш Небесный Отец желает, чтобы вы были миротворцем так же, как и Он. спросите Его. Задайте Ему личный вопрос, и Он вам обязательно ответит. Он поможет вам заплатить цену за мир, понять истину о мире, и в итоге даст вам награду этого драгоценного мира. Он вознаградит вас. Он непременно сделает это. На это потребуется время, но Он обязательно вас вознаградит. Он всегда выполняет Свои обещания, что бы ни было, друзья. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова